Тема урока «Типология обществ». Общество является динамической системой. Это значит, что она постоянно изменяется, следовательно, в истории общества можно выделить несколько периодов развития. Необходимо отметить, что среди исследователей динамики общества нет единого подхода. В современном обществознании чаще всего используются деления общественного развития на три типа – традиционное, индустриальное и постиндустриальное. В традиционном обществе основой жизнедеятельности человека являлся земледельческий труд, поэтому общество данного типа иногда называют аграрным. Для этого периода характерно внеэкономическое принуждение к труду. То есть отношение личной зависимости земледельцев от землевладельцев. Оно существовало в форме рабства и крепостной зависимости крестьян. Люди веками жили по обычаям предков, слепо подчиняясь верховной власти в лице правителя. Ручной труд обеспечивал человека лишь самым необходимым. Основой духовной жизни была религия. Все это, с одной стороны, обеспечивало стабильность, с другой стороны, приводило к замедленному развитию общества. Традиционные общества существуют и в современном мире. К ним можно отнести некоторые африканские племена. В позднем средневековье начинает формироваться новый тип общества – индустриальный, капиталистический. На этом этапе развития общества человек стал воспринимать себя как деятельное существо, обладающее разумом и свободой воли, то есть как личность. На становление индустриального общества оказало влияние множество факторов – развитие производительных сил, распространение протестантской этики с ее культом труда, расширение международной торговли. Индустриальное общество характеризуется стремительным развитием науки и техники, внедрением новых идей в общественное производство, например, изобретение Форда конвейер. Строительство инфраструктуры усилило экономические связи между городами и странами. Усовершенствование и усложнение производства вызвало общественную потребность высококвалифицированных специалистов. В связи с этим начинает развиваться массовая система образования, которая становится важным социальным лифтом, то есть институтом, с помощью которого человек быстро перемещается по социальной лестнице, делает карьеру. Воздействие техники на жизнь человечества настолько велико в индустриальном обществе, что его называют техногенной цивилизацией. Технический прогресс способствовал повышению уровня жизни, изменению среды обитания человека. После открытия физических законов природа перестает рассматриваться как нечто божественное. Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее наша задача. Эти слова Мичурина являются символом отношения к природе в период индустриального общества. В отличие от традиционного, в индустриальном обществе человек свободен с юридической точки зрения. Разрыв отношений личной зависимости приводит к росту социальной мобильности, то есть возможности перехода человека из одной социальной группы в другую. Поэтому еще одной характерной чертой этого периода является урбанизация, рост городов и городского населения. Крестьяне переезжают в города, где уровень жизни выше. Необходимо отметить, что современное общество уже переросло индустриальную фазу развития. Американский социолог Белл назвал новый этап исторического развития постиндустриальным. Для постиндустриального общества, его еще называют информационным, характерны следующие черты. Усиливающаяся глобализация в разных сферах жизни, возрастание значения интеллектуальных отраслей, геноинженерии, телекоммуникации, а также повышение роли информации, которая становится товаром, усиление значения науки и так далее. Но главным фактором, определяющим развитие современного общества, является человеческий капитал, знания и духовной ценности людей. Итак, мы рассмотрели три типа социальной динамики. Основными признаками традиционного общества являются ручной труд, основной продукт производства создается в сельском хозяйстве, в ней экономическое принуждение населения к производительной деятельности, низкая производительность труда, высокий авторитет верховной власти, поддерживаемый религией. Человек не царь природы, а часть мироздания. Такое общество стабильно, поэтому развивается очень медленно. Для индустриального общества характерна личная свобода человека, которая приводит к высокому уровню социальной мобильности, урбанизации. Основной продукт производства создается в промышленности, где важную роль играют наука и техника. Повышается роль образования, но в техногенной цивилизации потребительские относятся к природе и ее богатствам. Для современного постиндустриального общества характерна важная роль информации как товара. Это общество массового потребления, где главным фактором развития является сам человек, его знания, способности, духовные ценности. Приходит осознание необходимости бережного отношения к природе и ее ресурсам. Благодаря развитию науки и техники мы живем в эпоху глобализации в едином поликультурном мире.